Спасибо, Екатерина Александровна. Конечно же, на сегодняшний день для того, чтобы предоставить пациентам медицинскую помощь экспертного уровня, необходима работа мультидисциплинарной команды не только на этапе подбора тактики лечения, но и на этапе диагностики, конечно же. И инкорпорировать представление о факторах риска в систему обследования пациента тоже очень и очень важно. Примером этого, например, служит диагностический алгоритм, который предложен на вот этом слайде. Это схема, которая реализуется в клинике, университетской клинике MD Anderson в Хьюстоне, ведущее экспертное учреждение. И, как вы видите, роль клинициста сводится не только к тому, чтобы назначить инвазивное вмешательство, выполнить биопсию при постановке радиологам диагноза Bayrots 4 и выше. При категории Bayrots 3 происходит дихотомия, наделение пациентов на категорию низкого риска и высокого риска. Высокий риск подлежит выполнению биопсии сразу же при категории Bayrots 3. И, естественно, понятие высокого риска складывается из оценки факторов риска, которые могут присутствовать у конкретного пациента из бора-анамнеза. В практике зарубежных специалистов очень активно используется так называемая модель Гейла, которая оценивает ряд параметров, такие как возраст пациента, начало минархии, первое рождение первого ребенка, наличие родственников первого порядка, болевших раком молочной железы, выполнялась ли биопсия уже когда-либо данному пациенту и этническая принадлежность данного пациента. Это очень простой калькулятор, ввести в который параметры занимают несколько секунд, но он дает не просто ощущение риска, а конкретные числовые значения, на основании которых специалист может предпринимать определенные действия, назначать индивидуальную программу обследования, наблюдения, проводить профилактические мероприятия. Вот, например, я ввел параметры пациентки белой расы 45 лет, первой минархии 12-13 лет, рождение первого ребенка 25-29 лет, и ее пятилетние риски развития рака молочной железы составляют 1,6%. Рекомендуется применение активного наблюдения к пациентам, когда риски превышают 1,7% в перспективе 5 лет. При этом ее индивидуализированный риск в течение жизни составляет 18%, что существенно выше 12% среднепопуляционных для женщин 45 лет, которые не имеют такого фактора риска, как родственник первой линии, болевший раком молочной железы. Каковы же факторы? Давайте их проанализируем и определим их вклад. Первый фактор – это, конечно же, возраст. Возраст старше 65 лет остается фактором риска, хотя во всех возрастных категориях индивидуальный риск рака молочной железы постепенно повышается по мере увеличения возраста. Можно часто услышать такую информацию, что рак существенно помолодел, все больше молодых пациентов обращаются с этим заболеванием. Однако, если мы посмотрим на базу данных Surveillance and Results, то мы увидим, что на самом деле прирост заболеваемости происходит за счет пациентов старше 50 лет. Заболеваемость в категории пациентов от 0 до 49 лет остается стабильной с 1975 года. Здесь данные 2015 года, но с тех пор ничего радикальным образом не изменилось, и скачка заболеваемости среди молодежи никакого не наблюдается. Индивидуальные риски. Важно иметь в виду, когда мы оцениваем и занимаемся обследованием конкретного пациента. Они составляют, например, в 10-летней перспективе с возраста 30 до 40 лет, варьируют от 0,44 до 1,44% к 40 годам. То есть от 1 на 225 женщин до 1 на 69 женщин. Вот когда ты видишь цифру 0,44%, то это не создает, по крайней мере, в моем сознании четкого понимания, каковы риски у конкретного пациента. Они кажутся ничтожно малыми. Но когда в реальности ты понимаешь, что это 1 из 100, 1 из 200 человек, которые находятся у тебя на приеме, то эти данные можно интерпретировать несколько по-иному. Атипичная гиперплазия по данным биопсии. Второй фактор риска, который повышает относительный риск более чем в 4 раза. Надо признать, что для наших практик этот диагноз остается достаточно редким, потому что недостаточный охват скринингом, недостаточное качество первичной диагностики. Конечно же, этот диагноз, который выставляется на основе радиологических находок и последующей биопсии, а не при наличии симптомов заболевания. Действительно, это состояние, которое ассоциировано с очень высоким риском рака молочной железы. В данном исследовании представлено, это, точнее, большое количество исследований, в которых изучался процент конверсии, так называемый пересмотра гистологического заключения в сторону рака молочной железы при изначально установленном диагнозе атипичная протоковая гиперплазия по данным биопсии. То есть пациентам выполнялась биопсия, устанавливался диагноз, выполнялось хирургическое вмешательство, и в действительности практически в 20% случаев диагноз пересматривался, и оказывалось, что речь идет в действительность уже об инвазивном раке. Атипичная протоковая гиперплазия является, по нашему нынешнему представлению, облигатным предопухолевым состоянием, которое предшествует, по всей видимости, развитию дуктальной карциномы инситу. Наследственные мутации. Берсей, ЧЕК-2, МБС, БЛМ. Мы слышали про эти заболевания. Диагносты, клиницисты знают о наличии таких генетических аномалий уже на сегодняшний день. Мы достаточно много и долго об этом говорили. Но помимо набивших, может быть, кому-то оскомину мутаций Берсей-1 и Берсей-2, существуют и другие генетические аномалии. И вот о них хотелось бы поговорить. Здесь приведены две работы. Одна – это ретроспективный анализ данных, выполненный ИСТЕН в 2015 году, и клиническое исследование, проведенное КАУЧ в 2017 году. Вы видите здесь перечень нескольких мутаций, которые приводят к относительному повышению риска более чем в два раза. Например, мутация ATM. По данным обоих исследований, ретроспективного анализа литературы и проспективные работы КАУЧ увеличивает относительные риски до 2,8 раза. Мутация БАРД – 1 в 2,2 раза. Трункирующая мутация ЧЕК-2 – 2,3 раза. ПАЛБИ – 7,5 раз. РАД-51С – 3,1 раза относительно увеличения. Схожая работа была проведена американцами, и результаты ее были представлены на конференции Сан-Антонио 2018 года. Ими была составлена исследовательская панель, которая достаточно схожа с коммерческими панелями, которые используются для диагностики наследственных форм рака молочной железы. Она включала в себя достаточно большое количество мутаций, помимо мутаций гена БЕРСИ-1, БЕРСИ-2. Это полногенное секвенирование этих генов. И для проведения работы были набраны материалы из крупных когортных исследований, которые проводились в Соединенных Штатах Америки. Это Black Women's Health Study, Cancer Prevention Study, Nurse's Health Study – первая и вторая часть этого исследования. Для проведения исследований были набраны пациенты из этих когорт, больные раком молочной железы. Контрольная группа была подобрана очень качественно и очень симметрично. Было проведено тестирование на предмет носительства генетических аномалий у людей, которые заболели раком молочной железы и в контрольных группах. Всего около 60 тысяч человек. Оказалось, что генетические аномалии в популяции больных присутствовали в 4,8% случаев, в контрольной группе, то есть у здоровых людей, в 1,6% случаев. Повышение относительного риска, ну, Берсей-1 и Берсей-2 ожидаемо высокое, но посмотрите, повышение относительного риска ПАЛ-Би тоже оказывается высоким, достигая пятикратного увеличения индивидуальных рисков. Опять-таки, РАД-51Д оказывается увеличение более чем в 2,5 раза индивидуальных рисков. Числовые значения изложены здесь, вы можете их увидеть. Берсей-1 – это 7,9, Берсей-2 – 6,7, ПАЛ-Би – 4,8 раза. При этом характерным является особенность проявления этих заболеваний. Наследственные формы рака молочной железы часто манифестируют раньше. Это известно для Берсей-1 и Берсей-2 ассоциированного рака. Вы видите, здесь заболеваемость в возрасте до 50 лет существенно выше. Однако, например, для мутации ПАЛ-Би она остается стабильной во всех возрастных категориях. То есть у них нет характерного более манифестации в более юном возрасте. В отличие от, опять-таки, ЧЕК-2 до 50 лет. Но здесь график достаточно пологий. И ATM, который график более схож с известными генетическими аномалиями Берсей-1 и Берсей-2. Еще одна работа Кюхенбахер, которая была опубликована в 2017 году, которая также демонстрирует существенное увеличение рисков развития рака молочной железы с возрастом. Если манифестация не произошла в более молодом возрасте, то эти риски сохраняются и увеличиваются с течением времени. Естественно, риски кумулируются. Высокий уровень эстрогена или тестостерона в менопаузе. Это один из известных факторов риска, который ответственен за повышение от 2 и 1 до 4 раз. Но по последним данным, высокий уровень эстрогенов и в пременопаузе ассоциирован с повышением индивидуальных рисков. Вы видите исследование, которое было опубликовано в 2013 году в журнале Lancet. И в нем достаточно убедительно продемонстрировано, что при делении пациентов на 5 квартелей пациенты наиболее высокого уровня эстрона, эстрадиола и тестостерона, оказывается, имеют более высокие относительные риски до 1,5 раз от бейслайн рисков для общей популяции. И это, собственно говоря, порождает вопрос, насколько безопасно, например, применение процедур вспомогательных репродуктивных технологий. Часто пациенты задают нам эти вопросы, обращаются к нам для консультации по этому поводу. И мы отвечаем им так, как это принято. На сегодняшний день нет убедительных данных о влиянии ВРТ на индивидуальные риски рака молочной железы. И, собственно говоря, наше утверждение небезосновательное, потому что было проведено достаточно большое количество исследований. У них, в частности, финское исследование, скандинавские и финские исследования обладают очень высоким качеством, потому что у них есть качественные и хорошие канцеррегистры, как правило. В данном случае создавался регистр пациентов, приобретавших препараты для процедур вспомогательных репродуктивных технологий в розничной аптечной сети в период с 1996-1998 года. Контрольная группа была очень качественно подобрана, обладала такими же характеристиками, и эти данные были сопоставлены с данными канцеррегистра финского. Оказалось, что среди женщин, которые подвергались процедурам ВРТ и женщин контрольной группы, заболеваемость раком молочной железы оказалась абсолютно одинаковой. Еще исследование из скандинавских стран в период с 1982 по 2007 год. Данные отчетности клиник ЭКО были сопоставлены с регистром рождений. Женщины, получавшие методом ЭКО, ИКСИ, их 1279, из них в канцеррегистр попало 5,31%. Небольшое число, или большое, кому как кажется. Однако эти данные были сопоставлены с общим регистром рождений в Швеции. И оказалось, что в контрольной группе из женщин, которые родили естественным путем, в канцеррегистре оказалось 6,87%. То есть женщины, которые проходили процедуры ЭКО и родили детей, на самом деле, по данным этого, исследования реже заболевали онкологическими заболеваниями рака молочной железы, в частности, нежели женщины контрольной группы. Также, собственно говоря, отозванный за плагиат китайский метаанализ, который был достаточно крупным и объединил большое количество исследований, продемонстрировал, что вспомогательные репродуктивные технологии не ассоциированы с рисками рака молочной железы. По последним данным, уровень антимюллерового гормона в преминопаузе тоже может являться фактором риска. И увеличение этого гормона, который отражает фертильность пациента, может быть ассоциирован с повышением относительных рисков. По данным 10-ти проспективных когортных исследований, опять-таки, при разделении пациентов на квартели мы обнаруживаем, что пациенты с самым высоким уровнем антимюллерового гормона имеют относительное повышение риска более полутора раз. Менее значимые факторы рисков рака молочной железы, которые мы часто не принимаем во внимание, когда собираем анамнез, когда беседуем с нашими пациентами. Первым номером фигурирует регулярное употребление алкоголя. Насколько это значимо? Вот это объединенный метаанализ одного миллиона женщин, который отражает количественную зависимость между дозами употребляемого алкоголя и относительными рисками развития рака молочной железы. И опять-таки, вы видите, что хроническое употребление алкоголя более 50 грамм в сутки ассоциировано с относительным увеличением риска более полутора от общепопуляционных. При этом все эти показатели, которые мы сейчас обсуждаем, как я уже упомянул, они не входят в классическую модель Гейла. Они не оцениваются, когда мы принимаем во внимание и используем автоматические алгоритмы оценки риска. От одного до двух раз отсутствие грудного вскармливания, не было беременности, закончившихся родами. Вот как раз-таки эти моменты включаются в модель Гейла. Однако здесь все не столь однозначно, потому что мы знаем, какое это влияние оказывает на развитие гормонозависимого рака молочной железы. Однако при трипл-негативном раке молочной железы картина может несколько отличаться. Вот здесь не очень понятно, как это отражено в моей таблице. В качестве числителя используются исследования, которые доказали соответствующий эффект и имели статистически значимое снижение рисков гормонозависимого рака молочной железы. То есть 19 из 22 исследований доказали, что большее количество детей, большее количество деторождений снижает риски эстроген-рецептор позитивного рака молочной железы. В то же время 3 из 13 исследований продемонстрировали статистически достоверное увеличение частоты трипл-негативного рака молочной железы при увеличении количества детей. Однако в отношении кормления грудью и то для другого, и для гормонозависимого, и для трипл-негативного рака характерно снижение заболеваемости при лактации. Недавнее использование комбинированных оральных контрацептивов. Это тоже очень актуальная тема при общении с нашими пациентами и при оценке индивидуальных рисков. Дело в том, что длительное время врачи базировали свое представление о рисках онкологических заболеваний рака молочной железы. В частности, на основании достаточно небольшого исследования, проведенного в США, в нем участвовали 4575 случаев рака молочной железы и была собрана контрольная группа пациентов из четырех примерно такого же размера. По результатам этого исследования в пяти клиниках, проведенного, оказалось, что относительный риск единицы и нет повышения риска рака молочной железы, вне зависимости от того, активный прием комбинированных оральных контрацептивов или прием в анамнезе. Ну, кажется, что вроде бы все хорошо, но на самом деле не совсем, потому что в дальнейшем были проведены более крупные исследования, в частности Nurses Healthcare Study, которая адресовала этому моменту. Это было большое исследование с участием 116 608 медсестер с длительным периодом включения. За период наблюдения обнаружено было 1344 случая рака молочной железы и оказалось, что использование комбинированных оральных контрацептивов в настоящее время является статистически значимым фактором, повышающим индивидуальный риск и увеличивает его до 1,33. При этом некоторые препараты, в частности трехфазные препараты с ливоногистрелом, были ассоциированы с очень значимым трехкратным повышением риска, что в принципе больше, чем при некоторых генетических аномалиях, которые упоминались нами сегодня. Еще одно исследование «Случай контроль» в период с 1990 по 2009 год также продемонстрировало, что недавнее использование коков повышает риски до 1,5 раз, с высокими дозами эстрогенов до 2,7 раз, трехфазные препараты в 3 раза повышают индивидуальные риски. Проспективное когортное исследование, последнее на сегодняшний день, которое широко цитируется, было проведено в 2017 году в Дании. 1,8 миллиона женщин были включены в это исследование в возрасте от 15 до 49 лет. Средний период наблюдения составил 10 лет. За это время 11 500 случаев рака молочной железы. Оказалось, что среди всех женщин, принимавших кокьи, риски были выше среднего значения относительного риска 1,2. Риски возрастали в зависимости от длительности приема и сохранялись длительное время после прекращения применения комбинированных оральных контрацептивов. Звучит страшно, но здесь нужно понимать, о каких возрастных категориях пациентов мы говорим. Потому что, как я вам уже показывал, если индивидуальные риски составляют 0,06%, и мы назначаем этим пациентам комбинированные оральные контрацептивы, которые повышают эти риски в среднем в 1,2 раза, то мы достигаем цифры 0,07%. Но важно понимать, что применение комбинированных оральных контрацептивов в группах пациентов более высокого риска, которые уже имеют априори многие факторы риска из тех, которые были перечислены, должно быть более осмысленным и должно назначаться при работе, опять-таки, мультидисциплинарной команды с учетом индивидуального риска для конкретного пациента. Недавнее или длительное применение заместительной комбинированной гормонотерапии в постменопаузе? Опять-таки, здесь акцентируется внимание на то, что речь идет о комбинированной гормонотерапии. Менопаузальная гормонотерапия. Часто очень гинекологи предлагают пациентам выбор осуществлять таким образом. Либо старость, дряхлость, разрушение и все такое прочее, либо цветущая, радующаяся женщина с зубами и позитивным жизненным отношением. На самом деле, конечно же, это совершенно неправильный подход к назначению и выбору тактики лечения для пациентов. Должна быть индивидуализация и индивидуальная, опять-таки, оценка рисков. Потому что на сегодняшний день были проведены достаточно крупные исследования, в частности, большой метаанализ, в который было включено 47 публикаций из рандомизированных контролируемых исследований, проспективных когортных исследований, исследований случай-контроль. И все эти исследования показали, что применение заместительной гормонотерапии ассоциировано с относительным увеличением риска более полутора раз от уровня baseline. Длительное применение заместительной гормонотерапии в течение 5-10 лет и более 10 лет ассоциировано с большим повышением риска, а не с меньшим, как предполагалось ранее. Причем это характерно для представителей белой расы в большей степени, для представителей негроидной расы при всех значениях индекса массы тела, но при меньшем индексе массы тела это имеет большее значение. Постоянное применение ассоциировано с более высоким риском. Пероральные средства заместительной гормонотерапии также ассоциированы со значительно более высоким риском, чем через кожные формы доставки гормональных препаратов. Ну и, конечно же, основное влияние это оказывает на развитие гормонозависимого рака молочной железы, как и следовало предполагать. При этом применение только монотерапии эстрогенами в качестве замещения, как это ни казалось бы кому-то парадоксальным, такого эффекта не оказывает. И более того, это подтверждается в исследовании Вумалс Хелт Танешейтев. На сегодняшний день доступны долгосрочные результаты этого исследования, которые продемонстрировали, что применение комбинированных препаратов ассоциировано со значительным увеличением риска относительно бейслайн. Это категория женщин красной линии отмечена, женщины, которые получали комбинированную заместительную гормонотерапию, а синий кривой отмечены женщины, которые получали монотерапию эстрогенами. Это женщины, которые не имели матки вследствие каких-то хирургических вмешательств, миомы, короче говоря, этот орган был удален. И пунктирными линиями отражены плацебо в данных группах. То есть применение комбинированных препаратов значительно увеличивает риски относительно плацебо, в то время как применение монотерапии эстрогенами снижает риски развития рака молочной железы относительно категории плацебо. Опять-таки, когда мы говорим о применении заместительной гормонотерапии в постменопаузе, мы должны понимать, что здесь индивидуальные риски возрастают существенно. Сам по себе возраст в этой категории женщин уже ассоциирован со значительно большими рисками относительно более молодых пациентов. И мы эти риски существенно увеличиваем при назначении заместительной гормонотерапии. Для оценки рисков наши зарубежные коллеги используют вот такие наглядные и интересные картинки, с помощью которых легко донести информацию, в том числе и до пациента, относительно того, как различные факторы влияют на индивидуальные риски и на общепопуляционные риски развития заболевания. Например, 23 случая в общей популяции на 1000 женщин в возрасте 50-59 лет. Это частота выявления рака молочной железы в Великобритании. При применении заместительной гормонотерапии мы получаем плюс 4 случая к этому. При применении эстрогеновой заместительной гормонотерапии минус 4 случая. При применении комбинированных оральных контрацептивов плюс 4 случая. При употреблении алкоголя более 2 бокалов вина в день оказывается плюс 5 случаев. То есть употребление алкоголя в популяции оказывается более значимым фактором, даже чем применение заместительной гормонотерапии или комбинированных оральных контрацептивов. Курение тоже на самом деле является фактором риска. Это не специфический фактор риска всех видов злокачественных опухолей. И, конечно же, ожирение, избыточный вес, метаболический синдром – это все делает огромный вклад в развитие заболеваемости раком молочной железы. Когда принимается решение о том, применять заместительную гормонотерапию или не применять, вот эта американская табличка, с которой врачи ознакомливают пациента, действительно мы добиваемся снижения некоторых параметров, то есть таких, как частота перелома шейки бедра, патологические костные события на фоне остеопороза в менопаузе, снижение частоты колоректального рака, но при этом существенное повышение рисков инфарктов, инсультов, тромбоэмболии и развития рака молочной железы. Когда человеку доведена такая информация, решение о применении заместительной гормонотерапии совместно с врачом он может принимать гораздо более осмысленно. Ну и, наконец, о том, как обследовать пациентов категории высокого риска. Это модификации National Comprehensive Cancer Network 2016 года. Пересмотра этих рекомендаций на сегодняшний день никакого не было, они остаются актуальными. При известном носительстве генетических аномалий, таких как BRCA1, BRCA2, именно упоминается для этих генетических аномалий, потому что у нас нет стандартных протоколов обследования пациентов категории высокого риска, например, носителей мутации РАД-51Д или ПАЛ-БИ. Преимущества МРТ доказаны для BRCA-ассоциированного рака. Если вы посмотрите прошлогоднюю сессию мультимодальной визуализации, там я как раз рассказывал о том, как магнитно-резонансная томография помогает диагностировать такие виды рака молочной железы, потому что они обладают определенными особенностями, определенными особенностями визуализации в том числе. На сегодняшний день физикальное обследование пациентам высокого риска при BRCA мутации рекомендуется проводить раз в 6-12 месяцев, начиная с 25 лет. МРТ молочных желез выполнять ежегодно с 25 до 75 лет, а затем индивидуализировать. Момография ежегодно также с 30 до 75 лет. Несмотря на меньшую диагностическую ценность этого метода исследования, он остается стандартным компонентом. Ну и, наконец, выводы. Это учет факторов риска имеет исключительное значение при работе мультидисциплинарной команды. Некоторые признанные рисковые факторы имеют противоречивое влияние на частоту рака молочной железы. Ну и, конечно же, тщательный сбор анамнеза, тщательный анализ индивидуальных характеристик пациента необходим при принятии решения об планах обследования, диагностике и применении профилактических мероприятий. Большое спасибо за внимание. Продолжение следует...